Приветствую вас и для наглядного примера хочу привести вам мучкой журнал. Что такое мучкой журнал? Мучкой журнал это по сути набор, совокупность моделей. Женщины в модели внешности демонстрируют свои физические достоинства на всеобщее обозрение, которым выступает мужчина. Тот же самые социальные сети. Лично, которые выкладывают свои части тела в сеть, являются по сути теми же самыми моделями. И делают они это в первую очередь для PR, для продвижения своего аккаунта в сети. Уж не знаю как, но по-моему там есть какая-то монетизация или какие-то плюсы еще от этого. И мужчина смотря на это, испытывает по сути то же самое, что и при просмотре глянцевого журнала. Это просто картинка. Это просто внешняя визуальная сторона и не более того. Ничего у этой женщины, которая выкладывает свои фотографии в сеть, нету за душой. Ничего истинного в ней нет. Ничего душевного, ничего, наверное, даже женственного в духовном формате. Слово у нее, прошу прощения, нет. И понятно, что если она настолько, ну как бы сказать, воспитанная, что может, позволит себе сделать такое, то ни один приличный человек с ней встречаться не будет. По крайней мере, сейчас, пока она не изменит свое поведение. Вот и ваш мужчина предпочитает любоваться красотами, даже как, например, любуется красивыми автомобилями, а сам, при этом, я берусь на Жигуля. Так же и здесь мужчина просто любуется тем, что, по его мнению, красиво. Но это не мешает ему при этом любить вас и понимать, что вы та самая женщина, с которой она хочет провести время и свою жизнь. Да, вам это неприятно. И нужно понимать, что мужчины, мужчины это те существа, которые воспринимают мир так, как его видят. Мир логики подразумевает под собой восприятие, восприятие окружающего таким, каким его видеть привычным. У мужчины красивая женщина, красивый автомобиль. Это то, что всегда будет его привлекать. Просто в силу того, что он мужчина. И ведь это не одночасье. Например, жилая в Феррари, мужчина будет стремиться к Феррари. Простите, ни один, ни каждый мужчина может себе позволить эту машину, а если не позволит, то ни каждый, сходится герляд, потому что расход на нее, на ее содержание очень большой. То же самое и здесь. Мужчина просто любуется на картинку, не более того. И относиться к этому нужно совершенно спокойно. Вас это лично, на личном духовном уровне, на уровне отношений никак не задевает. Мужчина посмотрел и тут же забыл. А вас он всегда помнит, и о вас не думает, и о вас не старается. Вот на это и нужно акцентировать свое внимание. И если по какой-то причине вы в себе сомневаетесь, сомневаетесь в том, что вы единственная, любимая, неповторимая для своего мужчины, то вот в этом направлении нужно работать, повышая свою собственную самоценку. Ну и чтобы мужчина мельче смотрел на фотографии и другие вещи, желательно, чтобы вы все-таки привносили в ваше отношение какое-то разнообразие. Чтобы вы все-таки делали какие-то вещи для того, чтобы мужчина не был уверен в том, что вы принадлежите только ему. Чтобы он не был уверен в том, что вы всегда будете сидеть и терпеть его поведение. Если он начнет в той или иной степени бояться вас потерять, то все эти женщины моментально потеряют у него отношения, и смотрите на них перестанет, потому что подобное времяпровождение является ничем иным, как проявлением сытости, проявлением стабильности, проявлением роскоши и излищества. И вот это именно то, с чем вам нужно бороться. Естественно, при желании и естественно при том условии, если подобное времяпровождение мужчины вызывает у вас ощущение оскорбленности и униженности. Но прежде чем приступать к конкретным радикальным методам, все же желательно поработать над вашей самооценкой и повысить ее до той степени, что вы просто не будете обращать внимание на этих женщин, не понимая, кто вы для своих мужчин и кто они. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Субтитры создавал DimaTorzok